МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас витая служба информации Таля Радоя компании Гомель у студии Натальи Игнатенко. Глядите у гэтым выпуску. Ёнство рау обличча города. Станиславу Шабуневскому присвоят звание гоноровых грамадянин Гомеля. Цвятошный настрой. Крамы распочали перед новогодним гандаль. Музыка надеи. Конкурс выканальницкого майстерства собрал у Гомеля юных музыкантов Беларуси, России и Украины. А зараза в гэтым меньшим больш подрабязна. У летопису истории города над Сожжем з'явится яше один важный родок. Архитектору Станиславу Шабуневскому посьмяродно могут присвоить звание гоноровых грамадянин Гомеля. Инициативу выказал старшиня Аблу Конкаму Владимир Дворник у Гуторцы с мэром Гомеля Пятром Керыченком. Наша здымочная бригада проехала по улицам города, каба глядзец творанную Шабуневским неправнанную архитектурную спадщину. Сюжет Марины Джалай. Идея подтримана керавництвом города и будет унесена на разгляд сессии Горсовета. Традиционное звание гоноровых грамадянин Гомеля присвоивается при жизни. Только несколько человек удостоились его пасмяродно. Однако великий уклад Станислава Шабуневского в развитии города, трепеткое ставление гомельчан да спадщины архитектора дает право на увековечение его памяти в списке гоноровых грамадян. Минавито Йон спроектовал многие будинки, которые затем стали визитной карткой города, мают статус историко-культурной каштонности и створают неполторное обличие города над Сожем. Станислав Шабуневский сам по себе является фигурой очень большой величины. Его наследие и сама его жизнь, она очень неплохо отражает историю нашей страны в целом, нашего города в частности. Когда мы пребываем в каждый новый город, мы, туристы, мы хотим что-то увидеть новое, интересное и восторгаемся Парижем, Лондоном, архитектурными особенностями Праги, Кракова. К сожалению, Гомель, в связи с тем, что были страшные войны, особенно последняя Великая Отечественная война, имеет не так много памятников архитектуры, которые являются достаточно древними. И значительная часть того, что мы имеем, является непосредственным наследием Шабуневского. Станислав Шабуневский народился у села Скородное на территории сегодняшнего Ельского района. Мео-Старадауния дворанская походженья. Учился в Институте громадянских инженеров в Санкт-Петербурге. После закончения прибыл на працу в Гомель. С 1897 года займал посаду архитектора. Его первым проектом стал будинок Мушинской классической гимназии, побудованный в 1898 году. Сейчас это один из корпусов Белорусского университета транспорта на перекрыжевании Кирова и Комсомольской. Центральную магистраль областного центра, Советскую, и сегодня упрыгоживают два будинки былых банков Орловского и Виленского. Протягивают служить людям больничные корпусы былой земской больницы и шпиталя на улице Комиссарова. Теперь это городская больница худкой допомоги и многие иншие будинки, створенные по проектах Станислава Шабуневского. То, что Шабуневский внес огромную роль в формировании города Гомеля, это понятно. Человек, вошедший в историю нашего города и оставивший след, он и среди наших новых поколений, он идет. Мы создали даже специальное общество памяти Шабуневского, и ребята там все это осваивают, и его наследие, и как оно повлияло на последующее развитие города. Нам есть даны специальные монографии, где его роль, конечно, отмечена. Студенты постоянно, ну, и курсовые, дипломные проекты, и по возможности, когда дело касается истории, он отмечает, его роль там отмечается. Вот два студента выполнили эти два прекрасных планшета, на которых показаны эти здания, которые в современной структуре города. Ну, и его роль, и роль его биография, все это отражено. Житие Великого Доли, до каких 40 годов працавал архитектор Мугомеля, завершилось трагично. Он стал охвярой репрессии и помер у него воли. Станиславу Шабуневскому было крыху больше за 70, а в собе он покинул вечную память, увособленную у роскошных сбудованиях. В первый раз Станислава Шабуневска хорештовывают в 1931 году, а не в забаве отпускают на волю. В другой раз за ним пришли в 1937. Свою роль отыграли и лживые доносы, гушное дореволюционное минулое. А виноватшины у троцкистским заговоры Шабуневске осуджены на 10 годов и отправлены в лагерь Медвежья гора. А Тульон уже не вернулся. Рыбли Таваны, 20-го Кострышника, 1989 года. Дарившие звания гоноровых грамадянин Гомеля удостоены больше за 30 человек. Первым из них стал граф Фёдор Паскевич. Указ о присвоении звания гоноровых грамадянин города Гомеля подписал в 1888 году император Александр II. Марина Джалая, Валерий Гапанько, телерадио, компания «Угомель». Протягиваем выпуск. У Беларуси стартовала республиканская акция «Безпечный Новый год». На протягу месяца супрацовники МНС будут нагадывать детям и дорослым об небезпеце, якую несуть лёд, пиротехника, электрообсталявание и печи. «Угомель» «Безпечный Новый год» распочался в середней школе номер 9. Увагу школьников извернули на лядовую небезпеку. После атеретичного инструктажу с супрацовниками МНС и освода веды замацавали на практице. Подчас эстафеты школьники отпрацавали последовательность дзейня у приказания допомоги человеку, який провалился под лёд. Удельники вытягивали потерпелога з импровизованной палонки. После оказывали ему первую медицинскую допомогу. Перамога досталась больше спрытным. Подобные эстафеты пройдут во всех установах адукации Гомельской в области. Особое внимание должно уделяться несовершеннолетним, которые в силу своего возраста и невозможности оценить степень риска, которые себя подвергают, не допускать их выхода на лёд. А для этого нужно постоянно, неустанно разъяснять, может и не один раз, детям о том, что выход на лёд опасен. Самое главное, не только теоретически научить ребёнка, но ещё практически с ними отработать основные правила. Вот как сегодня мы отрабатываем правила поведения, если ребёнок провалился под лёд. Что ему делать? Только через практику мы сможем научить детей про правильному безопасному поведению на льду. У гандлёвых кропках Гомельской в области почался перед новогодней продаж товаров. Пропонуем ассортимент, включая некольки тысяч наимене. Полиция «Крам» огледел Олег Сенсерову. Ёлочными упрыгоживаниями, як и самими штучными ёлками, ломенские крамы гандлюют уже около трёх тысяч. Часто всё необходимое можно набыть у одной кропцы. Уже зараз тут началось проведение акций со скидками, а для пословых самих работников гандлю, ближе до Нового года цены снизятся ещё больше. Значная часть продукции белорусской вытворчести, у некоторых крамах можно набыть на вот шары с национальным орнаментом. Новогоднюю ёлку хочу купить, высокую. Ну и так присматриваю подарки для племянников, племянницы. Это сюрприз, какая Деда Мороза и снегурочки будет. У харчовых крамах упор зарабили на подарочные наборы. Выбор Виолеки, белорусской кондитерской фабрики вырабляют солодкую продукцию на любый густый кошт. Хоть и стольки очинными цукерками крамы не обмежевались, а популярностью у покупников сегодня корыстаются шоколадные наборы от российских вытворцев. Будучий год свиньи сдачу своё адрестирование и в солодких подарунках. Нуф-нуф, ниф-ниф и наф-наф. Три порося в шоколадном варианте. Разум с крамами до Нового года лихтуются объекты громадского харчевания. Зараз они максимально ориентованы на подростовку перцвяточных программ. Як свечить проведенный мониторинг, кошт, зробленных заказов, всё это складая от 25 до 90 рублей. Что отличност о максимальности официально набыть живую ёлку, то уже хоров в области и она заявится за скречём ёлочных термашов. Будут работать после 21 декабря ёлочные базары. Это 35 площадок, из них 14 в городе Гомеле. Как всегда будет представлен выбор живых елей. В этом году у нас до метра это порядка 8 рублей, свыше метра это порядка чуть больше 10 рублей где-то будет стоимость. Даже будут традиционные ели в катках от 25 рублей. Ну и заготовлено достаточное количество. Александров, Ёген Макеенко, телерадио компания «Гомель». Калядные и новогодние святы – самые спрыяльные дни для гандлю. Про асортимент товаров, ценные скидки завтра подзе размова у программе «Деалог». Гостям студии и промога эфиру стане начальник Головного управления гандлю и послуг Гомельского аблвыканкама Александр Качана. Глядзите программу у промым эфира на телеканале «Беларусь 4» у 19.01.20 хвилина. Нумер телефона у студии 34-2043 в своей пытанне так само можно отправить на вайбер 340-043-3. Реализация конвенции об правах инвалидов проведение урока у Добрыни из поборництва инвалидов Беларуси и Украины. Сегодня у открытой студии радиостанции «Гомель-плюс» обмерковывали пытанние интеграции у громадства людей с обмежованными махчымастями. Зараз у Беларуси проживая каля 20 тысяч колясочника у 3,5 тысяч у Гомельской в области. Денность створенной ими громадской организации инвалиды-спинальники характеризуется все больше значной активностью. Сярод акции, якие проводят Гомельское областное объединение уроки Добрыни. Люди с обмежованными махчымастями организуют встречи со студентами высшейших научальных установ, обмерковывают пытанние створения безбарьерного сяродзя и относенных громадства до инвалидов. А прочее того областная организация мая намер принять у делу работе громадских протягнение инвестиции. Пытанние их створения зараз пропрацовывается в Совете Министров. Досягаться гэтая мета будет протягнение замежных грантов. У якости становчего прикладу можно привести реализуемый зараз проект «Узмацнение международных контактов помеж организациями особ с инвалидностью Украины и Беларуси». В ягу рамках представники клубов с Гомеля и Житомира проводят суместные спортивные споборництвы. То, что мы летом делали это сплавы совместные по реке Уборць на Украине. Сейчас в зимний период у нас мы делаем выезды на квадроциклах. То есть создаем такие условия для таких людей именно экстремальные, чтобы они почувствовали свои возможности физические. Высокую концентрацию мотивации и корыстного досвиду отрымала гомельская молодь на конференции по старте и развитию бизнеса. Пляцовкой для масштабного вебинара стал Беларусский Гандлевый экономичный университет с поживецкой кооперацией. Какие виды интересуют современных молодых людей, интересовался наш корреспондент Павел Михно. Еще до початка мероприемства в холе университета собралась шмат активной молоди, для которой организаторы конференции подрыхтовали приемные сюрпризы. Выступления артистов, костюмированное шоу и шматликие фотозоны подыгрывали и без того великую цикавость. Конференция под назвой «Концентрат 25.0. Бизнес нуля» стала по-соправному значенной падеей. На одной пляцовце организаторам удалось собрать наибольш инициативных молодых людей Гомельщины. И самое важное поделиться взаимовопитам. На сегодняшний день правительством и главой государства очень много делается для поддержки малого и среднего бизнеса. Мы, как общественное объединение «Союз молодежи» в первую очередь для себя видим здесь свою роль, как можно подставить плечо. Это в том, чтобы создание такой площадки, на которую молодежь могла приходить и понимать, что такое бизнес, с чего его начать, мотивировать на это, потому что это немаловажно. Есть такое хорошее слово, которое осталось у нас с постсоветского пространства, и оно есть на самом деле везде на Западе – план. То есть план действий, что я буду делать завтра, послезавтра, в четверг и многие-многие годы вперед. Если ты не действуешь, это, кстати, очень важный смысл, который вынесут ребята с этого мероприятия сегодня, то завтра у тебя ничего не будет. Завтра начинается сегодня, так что действуйте, ребята. Как раскрыть у себя лидерские якости и собрать команду? Отказы на это да помогли знайсти поспеховые бизнесмены и популярные блогеры. Обменяться вопытом отрымалася подчас проведения онлайн-конференций, удел у якой примали каля 200 городов за сего света. Далучение Гомеля да подобного диалогу, открывая молоди новые макчимасти для реализации их идей. Павел Михно, Яуген Макеенко, Телерадоя компания Гомель. У Гомеля стартовал 16-й международный конкурс «Музыка надея» и он проходит у колледжа Мастацтва и мяса Каловскага. Творчая споборництва собрала больше як 100 юных музыкантов з Беларуси, России и Украины. Журы вызначыцлевших выканалцев на духовых и ударных инструментах. Головная мета конкурсу выявлений, подтрымка талиновитых навученцев и умоцовання творчих сувязев. У дни конкурсу так само запланованы концерты, майстры-классы и экскурсии по городе. Перший конкурс «Музыка надея» пройшел в 1996-м годе с мэтой подтрымки юных дарованья у районах потерпелых одоварей на ЧАЭС. Часом он набыл больш широкий масштаб. Довольно компетентные жюри, профессора известные с Беларуси, Академии музыки, Беларусской Сударственной Академии музыки, профессора с Польши, с Украины, с России. Так что жюри очень компетентные и я думаю и фаворитов и не только мы определим. Очень рад тому, что и Беларусь и Гомельская область все делают для того, чтобы удержать этот конкурс, чтобы он состоялся ежегодно. Это бренд. Конкурс завершится семога снежная. Пераможцев означат с дипломами и премиями, а лепшее выступление складут в программу заключного концерта. Выстава под названием «Днепровский паром» открылась у картинной галереи Гаурила Вашенки. Свои работы на ее представили удельники однайменного пленера 20 мостоков с Беларуси, Украины и Латвии. Уж не у неяны проехали по новым музейным маршруте, яки створили у рамках проекта от партнерства мясовых музеев до широкого трансграничного супрацовниства. И он объеднал 10 музеев Гомельско-Чарнига узкага помежжа. Мостоки знайомилися с гисторией городов и регионов. На протягу сей поездки вяли дзенники, наполняли их уражением, и робили замалеки, краевидов, архитектурных помников, музейных экспонатов. Художники рисовали быстро, мы заранее договаривались, что никаких масляных красок мы не берем, никаких мольбертов мы не берем, мы берем альбомы и делаем быстрые зарисовки. Наш проект больше нацелен на малые музеи, то есть это Лоев, Брагин, Хойники, но мы понимали, что если не дать натяжение, если их не брать транзитом, то немножечко картина у зрителей этого маршрута потеряется, поэтому мы от Гомеля до Чернигова назвали наш наш маршрут. Живописные работы и фото-здымки можно убачить у выставочной зале галереи. Центр экспозиции – импровизованный корабель «Паром» – символ совези украинского и белорусского Берагог Днепрам. Это и атак самое иншее новинное вы можете узнать на нашем сайте в интернете по адресе www.tvarkomil.bivay На этом выпуск завершенный. Дякую за увагу и до новых встреч у эфиры. Эфир телеканала Беларусь 4 продолжает де-факто в студии Александр Гамоля. Здравствуйте. Сегодня в Добрыше весь день продолжалась поисковая операция на реке Ипуть. В ней задействованы практически все силы освода. Напомним, 30 ноября на окраине райцентра произошла трагедия. Провалился под лед 14-летний подросток. Его тело до сих пор не нашли. Поисковая операция длится уже пятый день. На месте происшествия работают 9 водолазов. Каждый за смену проводят под водой до 6 часов. Условия для работы крайне непростые, как отмечают спасатели. Возможно, даже самое сложное, с которыми им приходилось сталкиваться. Затрудняют поиски сильное течение и шуга, которое забило пространство между дном и ледовым покрытием на 2 метра. Участок, который просматривается под водой всего около 1 метра. Мог зацепиться и в этот момент его занесло этим снегом и мы просто-напросто ходим вокруг и его не видим в этом слое шуги. Работы ведутся путем прорубания прорубей. Через каждых 15-20 метров опускается водолаз. И еще сложность заключается в том, что вот в моменты перехода из проруби в прорубь на морозе перемерзают аппараты. Поисковая операция продвинулась на километр. Водолазы продолжат свою работу, пока не будет найдено тело подростка. Здесь есть перспективное такое место, если так его можно назвать. Большая яма с глубиной около 7 метров. Может быть здесь нам повезет и мы наконец-то разыщем утонувшего ребенка. Специалисты освода в очередный раз напоминают об опасности выхода на лед. В ближайшие дни по прогнозам синоптиков ожидается плюсовая температура и возможно небольшая оттепель. Совместная операция сотрудников милиции из Гомеля и Мозыря позволила задержать двух несовершеннолетних наркодилеров. По предварительной информации 17-летний парень и 16-летняя девушка работали на один из интернет-магазинов по распространению психотропов через закладки. По версии оперативников именно они продавали психотропы жителю Витебска, который был недавно задержан в Могилеве. В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранителям удалось выйти на след сбытчиков. Во время задержания у них находилось более одного грамма наркотического вещества Альфа-ПВП. Позже в ходе обыска по месту жительства девушки обнаружено изъято еще 100 граммов аналогичных веществ, а также весы и упаковочные материалы. Впоследствии милиционеры обнаружили уже сделанные ими закладки на территории города Гомеля и Могилева. В настоящее время в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 328 Головного кодекса Республики Беларусь. В деревне Рандовка Гомельского района горело здание частного предприятия. По прибытии на место сотрудников МЧС кровля была полностью охвачена пламенем. В производственном здании осуществляются работы по деревообработке и производству гранитных памятников. В результате пожара уничтожено кровля и имущество одного из цехов. Пострадавших нет. Еще до приезда спасателей работники самостоятельно покинули место работы. Причина возгорания устанавливается одна из версий нарушения правил монтажа и устройства электросетей и электрооборудования. В Гомеле сегодня ночью в результате столкновения грузового автомобиля с легковушкой пострадали три человека. Водитель иномарки не справился с управлением и въехал в стоящий по центру дороги грузовик, который осуществлял ремонтные работы. В результате ДТП в салоне оказались зажаты пассажиры водителей легкового автомобиля. Работниками МЧС при помощи гидравлического инструмента они были деблокированы. Оба госпитализированы. В больницу также доставлен и водитель грузового автомобиля. Таков обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Александра Гамоля. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале Беларусь4Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Хоккейный клуб Гомель в рамках чемпионата Беларуси по хоккею в экстралиге на выезде играл с шахтером. Горняки в первом периоде дважды огорчили гостей. Отличились Сергей Шелик и Илья Рак. После первого перерыва Рыси усилиями Павла Мусиенко сократили отставание. Точку в матче на 58-й минуте поставил Булит. 3-1 победа шахтера. Сегодня в гости к горнякам приехал Жлобинский металлург. В высшей лиге хоккейного чемпионата страны также сыграны очередные поединки. Гомель-2 на домашнем льду дважды обыграл дубль Гродненского Немана. В первом поединке Рыси добыли Викторию в овертайме. На следующий день им хватило основного времени матча. Столевары разжиться очками не смогли. Два поражения от БФСО «Динамо» 1-7 и 2-5. В турнирной таблице металлург-2 на девятом месте. Гомель-2 на втором. Футбольный клуб Гомель начал подписную кампанию. Возглавлять зелено-белых два ближайших года будет Алексей Меркулов. С начала прошлого сезона специалист работал старшим тренером Гомеля. В мае 2018-го Меркулова назначили исполняющим обязанности главного тренера, а в июле главным тренером. Также продлены контракты с рядом футболистов. Достигнуты договоренности с полевыми игроками Игорем Рожковым, Иваном Жосткиным и Дмитрием Терещенком, а также голкиперами Дмитрием Дударем и Олегом Ковалевым. Соглашения со всеми футболистами рассчитаны до конца 2019-го года. Гомельская энергия одержала победы в восьмом туре чемпионата Беларуси по волейболу среди мужских команд. Гомельчане дважды с одинаковым счетом 3-0 на выезде обыграли своего ближайшего преследователя в турнирной таблице команду «Легион». После 16 сыгранных матчей энергия располагается на третьей строке. Лидирует солигорский шахтер. В Гомеле прошел баскетбольный турнир памяти заслуженного тренера Беларуси Леонида Макаревича. Участие в состязании приняли команды девушек 2005-го года рождения и моложе из Беларуси и России. Всего 6 коллективов. В этом году прославленному наставнику исполнилось бы 80 лет. На тренерском поприще Леонид Николаевич проработал 55 лет. За это время он воспитал не одно поколение мастеровитых баскетболистов. Среди его учеников призеры чемпионатов мира и чемпионной СССР. Многие из них сейчас продолжают дело своего учителя, занимаясь тренерской работой. Каждый тренер, каждый игрок он старается оставить после себя какое-то наследие. Наследие отца это его ученики, тренера, спортсмены. Это десятки, сотни человек, которые сейчас уже учат ученики учеников учеников отца. Поэтому эта фамилия, по крайней мере, в Гомеле, она продолжает свое звучание. По итогам кругового турнира победу завоевали юные баскетболистки московской команды Руна. На второй позиции девушки из Витебска замкнули тройку сильнейших воспитанниц Гомельского областного цора по игровым видам спорта. На четвертой строке команда Светлогорска и Дюсуша номер один. Соревнования проходили в рамках Славянской баскетбольной лиги. Параллельно в Речице в рамках СБЛ играли юноши 2007 года рождения и моложе. Гомельская команда заняла третье место. Хозяева реческие баскетболисты расположились на шестой строке. На этом пока все. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok